Алексей, добрый день. Спасибо большое, что нашли время записать небольшое интервью. Вас представлю, кто вас не знает, вы психолог Алексей Кравченко, проводите консультации в Москве, также по скайпу работаете. В школе вы уже переходите на 10-ю неделю обучения. Вот в четверг, в субботу мы занимаемся, и хотела узнать ваши впечатления. Вот что сейчас изменилось, и потом презентация вашего проекта. Что вы подготовили для подписчиков? Какой проект, программа? Добрый вечер, друзья. Я рад встрече с вами. Сейчас я в Москве. Я говорю раньше, что иногда я работаю не только в субботе, но и в некоторых субботе. Сейчас у меня буквально полчаса назад закончилась и я выхожу с вами на связи с товарищем. Вот, надеюсь, что связь будет хорошей, не хуже, чем обычно. Вот, и мы сможем спокойно поговорить. Вот, о курсе, то есть, у меня сейчас. Вот мы буквально вчера общались с коллегами по курсу, и мы пришли к выводу о том, что наша группа, 10-я, 9-я, 9-я, прошла период сросления, прошла субботрос, и сейчас происходит период сочкования. Начинают создаваться новые проекты, отпочковываться в разные стороны. Из почек появляются длинные подвиги, которые, возможно, будут еще отдельными частями психологических курсов, может быть, консультацией. То есть, идет такое расширение у нас, я вот говорил, что еще 3 недели назад мы собирались все вместе, а сейчас нам встретят все 2-4 месяца везем на общую группу. И мне сказали, что карта растет, и это правда. Да, мы сейчас собираемся, может быть, навсегда, в плане того, чтобы какой-то какой-то проект, какой-то свое направление. И вот вчера мы вполне себе практически было интереснее. Алексей, а можно спросить, у вас наушники, да, как будто бы слышно, но как будто что-то... А вот так, скажите. Мы научились... А, вот так лучше. Мы научились быть самостоятельными, что ли? То есть, если в первые недели нам очень важно было собираться на общие встречи, то сейчас у нас идет самостоятельная психологическая работа, и мы сейчас обращаемся вот к Евгению только тогда, когда действительно возникает какой-то вопрос, на который сами не можем найти ответ. И это очень хорошо, потому что в этом виден рост. В этом виден рост и нашей группы в целом, и меня, вот, наверное, в каждой. Вот, что касается самого себя, то я так и не переболел пока в такой болезни, как большое количество направлений, большое количество интересов. Поэтому на данный момент у меня в состоянии полуготовности находятся четыре группы ВКонтакте, разнонаправленные. Вот, естественно, я выберу одну из них, доведу ее до ума, делаю так, чтобы она была работней, чтобы она приводила людей, потом буду развивать вторую, потом буду развивать третью. Ну, я, наверное, просто такой человек. Я такой еще в школу выбирал, выбирал медицинское училище для того, чтобы работать на скорой, потому что мне скучно было сидеть в одном кабинете, для того, чтобы спотаться, спасать, ну, все бы спасатели немножко. Вот, и каждый день встречался с новыми задачами, со сложными задачами. А потом, уйдя из медицины, я пошел на службу информации в ревизионной станции, в ревизионной суде. Вот, и это тоже были каждый день разъезды, съемки, сюжеты, подготовки выпусков новостей. И вот мне постоянно нужно быть в движении, постоянно нужно встречаться с новыми людьми. Вот, и поэтому, наверное, даже вот организовывая свои проекты, я не могу стередоваться, зачем быть так. Может быть, это плохо, но вот мне так понятие жить, так и кажется. Вот. Алексей, а еще хотела спросить про формат групповой терапии. Вот, когда вы сегодня работаете с клиентами, да, повышаете квалификацию, и сами еще вот в рамках групповой терапии и тоже какой-то форматы терапии проходите, то есть в рамках, то есть выступаете в роли клиента. Вот, чем этот опыт полезен? Вот нам, как психологам, вот с вашей стороны, как вы скажете? Вот здесь есть очень интересный момент. И вот в том, что когда мы только собрались в группу, все как бы стеснялись быть клиентами, терапевтами тем более. Вот. А сейчас я понимаю, что если бы у меня была возможность быть клиентом каждую встречу, то я бы, наверное, им был. В общем, сегодня утром у меня вдруг неожиданно появился новый запрос на проработку. И это про то, что чем больше ты узнаешь, тем больше у тебя вопросов, тем больше у тебя вопросов на проработку самого себя. Вот такая возникает тенденция, что чем больше ты узнаешь, чем глубже ты погружаешься в психологию, в адресическую психологию, тем больше возникает вопросов к самому себе. Потому что пока мы этого всего не знаем, мы живем как обычные люди, и как бы вопросов нет. Вот сегодня разговаривали на тему того, что на самом деле, наверное, больше всего психологической помощи нуждают эти люди, которые никогда к нам не обратятся. Но они не знают о том, что они нуждаются, и поэтому и не обращаются, не знают, насколько они нуждаются, не понимают этого. Поэтому, к сожалению, мы можем работать только с определенной простойкой людей, но, собственно говоря, с увеличением количества школ, с увеличением количества психологов, я полагаю, что и количество тех, кто сможет обращаться к ним на консультацию, тоже будет расти. И постепенно всем в мире станет хорошо. Алексей, а может быть, вот мы о плюсах поговорили, а может быть что-то тяжело, маркетинг или что-то еще, вот что вам дается тяжело в школе? Вот ваша искренняя обратная связь? Если честно, если честно, то непривычно большой объем информации на каждую неделю. Я пытался переводить это в Word, и там получалось по 150 страниц текста на каждую неделю, которые нужно было изучить. То есть это очень мощно, это глубоко, это много информации, но в очень ограниченные сроки. Каждую неделю так видео, а видео вот помогало усваивать лучшие лекции печатные? Ну да, 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 и двухчасовое видео. На самом деле, может быть, тем, кто закончил путь не так давно, может быть, это и прочее. А когда ты последний раз учился лет 20 назад, вот так вот плотно и мощно, это в первый момент вызывает такую отрыв. Такие большие объемы, они кажутся непомерными, но на самом деле, возможно, их проглатывают, ничего страшного. К тому же, в общем-то, то, что проглатывается, потом скрепляется на практике. На практике есть недельно. Все оптимально рассчитано. Спасибо, Алексей. А презентация вашего проекта, вот, что вы подготовили в честь 14 февраля, правильно? Да, это будет мой первый проект. Он будет такой коротенький. Я люблю нарушать правила, хотя вы меня за это и ругаете. Я хочу сделать старт и запуск проекта и уместить его в одну неделю. С этих выходных будет запущена группа ВКонтакте, в которую я буду приглашать девушек и женщин, у которых не складывается любовь. Как это связано с 14 февраля? Дело в том, что, казалось бы, это праздник, и все поздравляют друг друга, но есть люди, которые грустят в этот день, потому что их никто не поздравляет. Возможно, это люди, которые недавно расстрелились, а возможно, это люди, у которых просто не складываются отношения. И здесь достаточное количество и девушек, и мужчин, которые в этот день не праздничают, хотя праздник, в общем, это хороший. И вот те, кому будет скучно и грустно в ближайшие выходные и в течение недели после них, я буду приглашать в свою группу, что будет планироваться там. Во-первых, будет планироваться два прямых эфировских на следующей неделе, во вторник и в четверг, о том, какие бывают причины того, что люди не могут найти свою любовь. Второе. Пять первых человек, которые добавятся в эту группу, плюс по одному человеку, который после каждого эфира в Инстаграме и ВКонтакте напишет свой вопрос или комментарий, я его приглашу на бесплатную консультацию индивидуальную, диагностическую, для того, чтобы выяснить, в чем именно у этого человека проблема с построением любви. То есть это часовой разговор, в котором мы обозначим проблемы, которые... Вот. И если эти люди, которые пройдут эти бесплатные консультации, захотят с этими проблемами справиться, научиться жить, решить эти проблемы и, наконец-то, подойти к новым отношениям, я готов буду пригласить этих женщин в индивидуальную терапию, которая будет включать в себя одну еженедельную сессию, плюс по необходимости это могут быть дополнительные софоны, это могут быть дополнительные переписки в чатах. То есть я не оставляю людей после каждой сессии. Я им даю домашние задания, в случае, если с домашним заданием или с какими-то событиями, им нужно срочно ко мне обратиться, это реальность. Вот. И я считаю терапию не по сессиям, а по неделям. И я полагаю, что, ну вот, по моему опыту, на решение проблем, которые мешают построить любовь, необходимо от 10 до 20 недель. Вот. Но даже после этого я, если человеку нужна, будет моя помощь, я готов не оставлять его и ввести его до того момента, пока он не обратится в ЗАГС для того, чтобы зарегистрировать счастливый брак со своим новым партнером, с которым он может познакомиться и построить отношения после работы со мной. Вот такая история. И она будет рекламироваться всего недвижего, потому что я не смогу взять чисто физически больше пяти человек в длительную терапию. То есть индивидуальные сеансы диагностики я проведу со всеми, кто этого захочет. Вот. Но в длительную терапию больше пяти человек я взять не смогу. Поэтому больше недель я это рекламировать не буду. Ну, и после 23 февраля уже обращу внимание на мужчин. Это уже будет следующее. А пока вот меня интересуют девушки и женщины, которые не могут построить любовь, у которых что-то не получается. Возможно, были отношения, а есть такие, когда отношений не было, они просто их боятся. И, например, бывают короткие свидания, короткие встречи, но на что-то большее не получается выйти. То есть вот со всеми этими проблемами мы разберемся. Возможно, какие-то установки детства, возможно, какие-то личные страхи, возможно, сниженная самооценка. Вот со всем этим мы разберемся в течение десяти, ну, в сложных случаях, до 20 тысяч. Вот. И стоимость этой работы, она будет, в общем-то, на мой взгляд, посильная. В зависимости от количества недель, которые оплачиваются сразу. От полутора тысяч, если оплачивать каждую неделю по отдельности, до одной тысячи за неделю, если оплатить сразу за 10. То есть, если вы готовы оплатить сразу 10 недель, то это 10 тысяч. Если понедельно, то по полторы тысячи, и это получается за 10-15. Вот. Каждый может выбрать свободно ту систему, которая ему удобнее. Вот. Но, естественно, перед тем, как идти в терапию, сначала нужно пройти в диагностику для определения причин. Вот такая вот история. Не знаю, как это вам окажется, похоже ли это на правду, похоже ли это на то, что может сработать вам, как нашему учителю, преподавателю. Я сегодня смотрела интервью тоже там одной выпускницы одной из школы по маркетингу. Она говорит, она вышла на доход и на хорошие результаты у клиентов. Она заметила, что у нее клиентки-женщины, они выходят замуж. Вот. И все-таки у них запрос был выйти замуж. То есть это популярно, и если вот прям сузится, да, вот, ну, по маркетингу грамотно, простроено, мне кажется, посмотреть на отзывы, и потом это надо закрепить, улучшать и бить в одну точку. То есть это востребовано, у многих женщин это болит, да, вот, хочу выйти замуж или хочу встретить мужчину, да. Потенциально, как я понимаю, можно за два месяца встретить мужчину и в течение года выйти замуж. То есть гарантированно, вот, как я понимаю, зная вот законы психологии, да, как действует терапия на себе, я тоже это знаю. В 8-10 консультаций уже можно увидеть какой-то ощутимый результат. Не только с партнером, улучшится и финансовое положение, стабилизируется психика, появится больше энергии. То есть, но потенциально, понятно, мы девушек приглашаем на этот результат, потому что для кого-то это важнее всего. Вот, кто-то хочет стать психологом или похудеть на 10 килограммов, а вот кто-то хочет встретить мужчину и выйти замуж, ну, достаточно хорошо. Вот, мне кажется, очень классно. Я подписчикам также в YouTube-канале и на рассылку тоже сделаю рассылку. Кто хочет, пусть обращается, да. Ну, если помню, что сами по себе и неудачи в людях, которые встречаются, они ведь очень сильно будут в самооценке, а если самооценка снижается, то снижаются материальные доходы. То есть, да, действительно, вы правы, здесь все очень сильно в этом связано. Согласна. И часто есть страх близости. И если человек сможет с психологом пойти в длительные, долгосрочные отношения, сможет это выдерживать, да. Это как отношения с профессионалом. Вот я как-то рассказывала свою историю, я с подружкой общалась, хорошо, и в один день она мне говорит, все, мы с тобой не общаемся. То есть резко, даже без объявления причин, что случилось. У меня не было места, пространства это проговорить, понять, может быть, я что-то сделала или вот что случилось. Если брать профессионального психолога, мы так никогда не делаем, даже если есть провокация. А так у человека в обычной жизни вот может быть ретравма, опять отыгрывание сценариев, как будто бы меня бросают. То есть, а профессиональный психолог обладает навыком контрпереноса, конечно, мы эти провокации отслеживаем. Даже когда клиент хочет с нами прекратить отношения, мы говорим об этом. То есть, важно с нами сохранить близкие отношения, если берем женщину, которая хочет выйти замуж, сможет с вами сохранить отношения, значит, сможет выстроить тоже долгосрочные, достаточно хорошие отношения и с мужчиной тоже. Да, я тоже так думаю. На самом деле, мы уже говорили об этом, да, психолог лечит не сам, лечит те отношения, которые создаются для психолога и клиента. То есть, это терапия отношениями, а не терапия конкретных человеков. То есть, мы не настолько врачи, мы просто можем создать определенные отношения, их в рамках психики, безопасные отношения, поддерживая отношения, понимающие отношения, внутри которых травмы начнут проходить, и человек постепенно из своего раненого ребенка вырастет по возрасту. Тогда сможет выстроить нормальные строительства отношения. Потому что, вот по моему опыту и предыдущей консультации, самая главная проблема, которая разрушает отношения, это тогда, когда партнеры уходят в ребенка, уходят в своего раннего ребенка, и из состояния ребенка пытаются строить семью. Вот тогда действительно возникают проблемы, и такие семьи не выстраиваются. То есть, нужно просто дорасти ребенка до взрослого и показать, как строится много. Мое представление о том, как это делать. Согласна, Алексей, у меня возникли инсайты, не знаю, подойдет, нет, у меня возникла такая фантазия, инсайт. А что если, вот человек вас первый раз видит в ютубе, первый раз, и он даже полторы тысячи, да, вот доверится, даже тысячу, иногда человек может быть, ну, как думает, прийти, не прийти. А что если еще сделать, например, второй пакет, но он групповой, пакет участия, условно, тестово, если будут заявки. Например, неделя участия 500 рублей или 700 рублей стоит в неделю, там такие условия 2-3 неделю. Но это групповые занятия, не индивидуальные, а групповые. Например, я не знаю, 5 человек собрались в скайпе под запись, то есть кто-то один в роли клиента. Это как тоже, как формат групповой терапии, вроде бы это немножко подешевле, и попробовать, но да, тут нет индивидуального сопровождения, без записи, конфиденциально. Я боюсь, что не все будут готовы выносить свои травмы на обзор других, так сказать, вот это. А что касается знакомства со мной, то я полагаю, что мы уже познакомимся в рамках диагностики, в рамках диагностических консультаций. Кто почувствует в отношении меня какое-то доверие, тот пойдет со мной, кто не почувствует, тот не пойдет. То есть диагностическая консультация, в которой 9 первых будут бесплатные, на 9 человек я расистил. Я всего 5 готов, а 9 готов провести бесплатно. А те, кто будет сверху этих 9, это будет 100 рублей. И вот на этих диагностиках и будут создаваться отношения. То есть кто почувствует во мне доверие, тот пойдет со мной, кто не почувствует. Ну, психологов много, может быть, к вам придут, может быть, кому-то из коллег придут. Я в данном случае не гонюсь за количеством, мне важно качество, потому что я знаю, что 5 человек, а качество. И если я возьму там 12, я уже буду понимать, что это не разовая работа, не разовая видеоконсультация, это все-таки поддержка. Все, я поняла. И еще тогда вторая моя фантазия, со временем это можно сделать формат группы. То есть со временем наш профессионализм растет, стоимость услуг повышается, повышается. И со временем эту стоимость можно будет зафиксировать, там, 1000-1500. Но со временем, например, уже пятый поток курса, ну вот, например, он будет этот только в группе, можно будет пройти. А если лично, тогда это подороже. А пока это первые запуски, это, ну, можно эту стоимость сохранять. И со временем это уже будет как система, вот такие размышления, что откликается, что нет. Да, может быть. Я полагаю, что со временем, набрав опыт, можно будет и книжку написать на эту сону. Потому что и она, думаю, что будет пользоваться, просто не пользоваться интересом на основе клиентов и случаев. Того, как они, как клиенты с ним справляются. То есть, как работают, можно будет и сайт сделать поддержки для таких зрителей, на самом деле, сделать группу поддержки, из которых потом уже брать клиентов в работу. А в этой группе, которая сейчас... Да, Алексей? Сайт может расширяться, да. Вот, а в этой группе, которая сейчас стартует, вот, это у вас где-то будет общий отдельный чат. Но работать будете индивидуально или нет? Я не думаю, что будет общий чат. Будет просто какая-то группа для каких-то моих общих объявлений, чтобы написать каждому, может быть. Но я думаю, что обратная связь будет. Вот, и также напоминаю, всех, кто будет в Ютубе смотреть по рассылке видео, получите, задавайте вопросы, что-то непонятно, уточняйтесь. То есть, можно выполнить условия, там, комментарии, вопрос, что-то еще, и успеть получить бесплатную диагностическую консультацию один на один. Это очень ценно. И если кто прям сегодня доверяет, обращайтесь, записывайтесь. То есть, надо успевать, пять человек. Вот. И, Алексей, что еще мне дает уверенность? То есть, вы рассказывали, что ваши клиенты, женщины выходили замуж, и вы недавно были на свадьбе. То есть, ваша клиентка уже, там, и беременная, и на свадьбе. То есть, это есть факты. То есть, это тоже дает нам уверенность, что мы можем человека из точки А перевести в точку Б. Да, это не волшебная таблетка, надо будет вкладывать деньги, время, надо хотеть получить этот результат, системно ходить на терапию, и результат у всех будет, зависит от точки А. Вот, как я понимаю, кто-то быстро, кому-то немножко больше надо будет позаниматься, но если человек настроен, это, в принципе, реально осуществимо. Да. И у вас есть опыт этого, как женщину довести до этого результата? Да, да, опыт у меня есть, в группе будут отзывы от разных девушек, от трех девушек, пока я отобрал отзывы. Они будут отзывы, они будут от разных моментов, то есть, будут отзывы о финале терапии, будут отзывы о каких-то конкретных моментах, где вот вчера я перебирал. Например, будет то, в котором девушка пишет о том, что после очередной консультации ей хотелось на меня просто бросить с глазами, потому что я показал ей, как она сама провоцирует существенное негативное отношение к семье. И она не готова была это принимать, она очень суренозлилась. А на следующий день, когда она проснулась, я подумала, что если я своими словами смог у нее выставить с глазами, то это можно сделать так, что, значит, и она могла вызывать с глазами. После этого она меня попросила научить ее общению, которое не вызывает, объяснить ей, как общаться с людьми так, чтобы не вызывать свою сторону отзывы. Это то, что я получил в этой средине терапии, то есть, там до конца было еще далеко, а вот я посчитал, что его нужно поставить здесь, для того, чтобы показать, что в процессе терапии ситуации бывают самые разные. И иногда бывают моменты, когда действительно хочется все бросить, на технику не бросать, чтобы можно дойти до конца и получить действительно тот результат, на который изначально тратить. Вот, согласна. Алексей, если не против, тоже скину ссылку, проект тоже для женщин. Как называется, женщины после 40 обеспеченные, например, которые хотят выйти замуж. То есть, там психолог прям заузила, вот как-то так, и тоже у нее длится курс, там, 10-20 недель, ну, где-то 2 месяца, да, и она потенциально, она прям обещает, что я за 2 месяца, ну, вы встретите мужчину, ну, а в течение года выйдете замуж. То есть, и вот мои размышления, эта тема очень хорошая, есть правила по маркетингу. Понятно, мы как психологи, мы можем работать с любым запросом, но продает, когда мы сужаемся, мы выбираем одного клиента. Если брать ваш проект к 14 февраля для женщин, со временем это может быть, ну, как основной флагманский ваш продукт, вот такие мои гипотезы. Если системно год бить в одну точку, ну, все, уже можно сформировать какую-то постоянную клиентскую базу, именно будут отзывы о том, что женщина вышла замуж, либо встретила любимого человека. Это как снежный ком, потом можно расширяться, расширяться. Но у вас свое виденье по маркетингу иногда? Посмотрим, да, это был где-то, потому что у меня почему-то вот те идеи, которые реализуются, они приходят совершенно неожиданно. Возможно, в какой-то момент появится идея вот такого-то расширения и закрепления этой ниши. Посмотрим, главное начать, на самом деле. Потому что никто не знает, как у меня это началось, и будет ли у меня хотя бы один человек, кто захочет со мной пойти. Все ведь мирно-случайность, да, это как в анекдоте про пиродакцию на Тверской, да, какой процент того, что если я пойду прогуляться на Тверской, я встретю там пиродакцию. Женщины отвечают 50 на 50. Как это? Ну, либо встреча, либо не будет. Так, собственно говоря, ездить. Вот когда точно придут ко мне, когда они точно скажут, что да, окей, я готова. Тогда я могу, тогда я буду думать о расширении. А пока мне нужно, чтобы они просто пришли. Пришли пока не для того, чтобы платить деньги, пока хотя бы для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы прийти на мои эфиры в авторнике в Тверг и записаться на Диагноз, вот хотя бы на это. Когда запишутся, тогда уже будем дальше думать, что делать. Спасибо, Алексей. И если вы эту группу потом сохраните, мы можем с периодичностью, как, например, эта группа закончит обучение, терапию. Ну, бывает такое, клиенты там поработали, кто-то уходит, кто-то приходит. Можем с периодичностью на моем YouTube-канале тоже выкладывать это предложение. Тоже у меня новые подписчики появляются, не так быстро, но можем такие коллаборации делать. Алексей, рада, что продолжаем, что на этой неделе занимаемся, потом остаетесь в супервизорской группе. Тоже вам спасибо за доверие, рада вашим успехам. Тоже вами горжусь. И вот кто будет смотреть наше интервью, кто чувствует отклик, обращаюсь к женщинам, которые хотят выйти замуж, обращайтесь, делайте шаг навстречу. Первая консультация, она диагностическая, бесплатная, надо попробовать, почувствовать. И если откликается, записывайте, условия комфортные, это личная работа, то есть стоимость тоже, цена и ценность. Часто же, вот есть такое мнение, что на рынке психологических услуг часто популярные психологи или там курсы не всегда соответствуют цена и ценность. А здесь ценность больше, чем цена, поэтому, ну, обратите на это внимание, приходите и получайте результаты. И мне самому лично очень важно привести каждую девушку, которая ко мне придет, до того результат, который она хочет. Потому что раньше это были разовые такие люди, разовые, сейчас мне хотелось бы это системно проработать, системно проверить. Техники, которые я уже проверял, потому что техник очень много, там от когнитивно-поведенческой терапии до эмоционально-образной терапии. И какие-то элементы коучинга, да, для определения текущей точки, да, и элементы гестальта тоже используются. То есть есть очень много раз в управлении, очень много раз в упражнении. И если кому-то не подходит что-то разное, то подходит другое, да. Если кому-то не подходит эмоциональный образ написания писем, да, то подойдет и к той же эмоциональной образу, например, создание коллажей из картинок, которые будут растворять через три месяца. И к каждому идет индивидуальный подход. Я проверяю одни упражнения, другие, треть, соединяю их. Цель одна, вершина у горы одна, а вот путей к ним нужно. Вот это в данном случае для каждой будет мысль отдельную свою желчную дорогу. Спасибо. Алексей, а может быть вот коротко поделитесь напоследок вот те женщины, клиентки, знакомые, которые к вам обращались с запросом, вот хочу выйти замуж, встретить близкого человека. Вот что им помогло довериться? Может быть они вас знали? Или вот что было таким крючком или там триггером? Что им позволило довериться и пойти к вам в работу, в терапию, в консультирование? Обычно в этом случае все начинается после первых консультаций, после первых разговоров, общения. И первые разговоры, они не всегда про болезнь. Первые разговоры, они чаще всего про общие ценности. Я пытаюсь найти какие-то интересы у девушки. Когда там, я не знаю, со мной может ответить на том, что и ей, и мне нравятся собаки. У меня с детства была фантазия завести собаку, а она вот с собаками находит общий язык лучше, чем учиться. Ну вот и на каком-то общем интересе можно создать доверие и дальше пойти. То есть мы начинаем разговоры не с травмами, мы начинаем разговоры с того, что я просто уберу это рассказать тебе, о своей жизни, о своем детстве. И наверняка мы в этом находим что-то общее. Потому что, в общем-то, все мы люди, что-то общее у нас есть, и у многих. И здесь главное, чтобы вот это доверие появилось с ее стороны ко мне. Потому что мне, в общем-то, человек, который, как бы профессионал, в области психологии, мне проще создать доверие по однократнему девушке. А вот здесь, особенно если она травмирована, особенно если она ранее, в предыдущем, в обществе психологии, вот если эта доверие устанавливается, а дальше все, ну, в мелких чертах. Кому-то нравится голос. Я вот спрашивал, да, как вот, кому-то нравится голос, нравится меня, нравится моя, такая черта негативная, наверное, как полнота. Многим женщинам кажется, что большой мужчина, он всегда добрый, он меняет, в отличие от худых и девятий. Ну, вот у каждого есть свои фишки, и вот если мы этими фишками цепляемся, значит, работа идет, и в процессе патронов. Никто не знает, как мы сходимся. Никто не знает, как мы сходимся с партнерами, и тем более никто не знает, как мы сходимся с психологией. Мои фантазии, что по общим базовым травмам, либо типичным ситуациям из детства, где-то что-то подобное мы перепроживали, и человек это чувствует, что мы либо с этим справились, либо в процессе, и тогда он придет и заплатит свои деньги. Ну, это так, если коротко, а как вы думаете? У меня однажды была девушка, в которой я, наверное, ничего общего не призывал, но ее история очень была похожа на историю моей мамы. Как она во мне почувствовала что-то такое? Вот она рассказывает, а я понимаю, что два брака, первый мужчина холодный, потом сын от первого брака, потом пять лет без никого, потом появление нового мужчины, сын во втором браке. Вот она мне рассказывает, а я понимаю, что она мне практически рассказывает по моим мамам. Хотя это не про меня, но, вероятно, вот где-то в истории рода у меня это есть, как-то это делать. Ух ты, классно. Алексей, спасибо. Вы вышлите мне ссылку на группу? Я и в Ютубе тоже дам, и в рассылку дам, да, вот на вашу новую группу? Да, да, да. Я коротко все спросила. Благодарю вас за интервью. Горжусь вами. Вот такой проект хороший для девушек, для женщин. Подготовили в честь праздника. Желаю больших успехов этому проекту. Желаю тогда, чтобы создавались хорошие, крепкие семьи, чтобы вы получали хорошие отзывы. Ваш проект разрастался, разрастался. Вот, и также рада, что продолжаем наше взаимодействие, что остаетесь в супервизорской группе. И также рада находиться в вашем пространстве. Тоже каждую неделю расту. Не всегда легко, но вместе, когда в группе, все равно даже я, как преподаватель, тоже вместе с вами расту. То есть терапия, рост идет у всех участников группы. Спасибо, Евгения. Вам тоже, вам, и вас, и более больших успехов, новых людей. Чтобы супервизорская группа постоянно пополняла все еще новых участников в вашей школе. Вот, чтобы они приходили, чтобы они приходили разные. Чтобы у вас всегда было интересно, чтобы вам всегда было интересно в этой школе. Не терялся интерес, не терялся задор, вот. Чтобы наш проект разбить. Спасибо. И счастья в преддверии 14 февраля и личного счастья тоже нужно пожелать. Вам. Спасибо за пожелание и такое хорошее интервью, презентация вашего проекта. Внизу все ссылки будут, вот в Ютубе. Тогда запись останавливает, да? Да, спасибо всем. Спасибо.